В гости, ребята, кто тут есть, уважаемые взрослые, от всей души благодарю всех тех, кто пришел к нам сегодня в гости. Тот, кто создавал этот мир, был счастлив. Улыбка светилась на его лице, когда он творил горы, леса, моря, облака. Хорошо получилось. Последним был создан человек. И, наверное, Создатель вдохнул в него немного своей радости от сотворения мира. Иначе как объяснить, что человека непреодолимо тянет создавать мир своими руками? А если это хорошо получается, тогда откуда такое ощущение счастья? И почему все это называется вдохновением? Вдохновение посещает не каждого. Таких людей легко распознать, потому что если у него получается хорошо, то часть радости этого творца обязательно передается через это творение нам с вами. А в том ее почувствуют уже все те, кто придет на это творение смотреть. Выходит, что творчество — это такое необъяснимое чувство, которое передается по цепочке каждому. И вот такое вдохновение дошло и до нас сегодня. Это такой творец, который пишется с большой буквы всегда. И радость от того, что мир получается прекрасным. И вот мы сегодня встречаемся с таким творцом, который делится с нами своей радостью и своим вдохновением. Сегодня у нас замечательная душевная выставка, которая называется «Возвращение». Сегодня мы знакомимся по новой с нашим земляком, который вырос в нашем городе. Это Айран Шайдулин. Это очень значимая выставка не только для нас, но и для него, потому что это самая первая персональная выставка для него. Ну, почему «Возвращение» — это вот он нам сейчас объяснит. А вот как мы понимаем, сотрудники Краевического музея, мы понимаем так, что этот город, где живут для него самые дорогие люди — это мама, папа, сестра. Это воспоминания о родине, о малой, это воспоминания о школе, об учёбе, средней школе, о художке. Это наставление папы, мамы о жизни. Это детские воспоминания, первая любовь, первые рисунки, первые впечатления от того, что получилось, не получилось. Ну, конечно, первые отзывы о них, это тоже, наверное, немаловажно. И для нас, конечно, очень и очень приятно, что вы, Радмасильевич, проводите вот такую выставку первую у нас. И мне кажется, для вас это будет таким творческим дальше подъёмом или шагом, или отрывом таким прекрасным для вашей дальнейшей творческой жизни. Спасибо большое. Мы очень все хотим, чтобы вы рассказали о себе, читали уже, конечно, но когда это из уст самого творца, то это всегда... Я на самом деле очень рад, очень счастлив, что моя выставка проходит на родине, и это первая выставка. Ну, это говорят, как бы невозможно войти в одну воду дважды, но в любом случае это получается. Я здесь родился, зерно заложено, да, вот и вот сейчас зерно моего творчества здесь сейчас закладывается. Опять начинаем, как бы, с родного края, где я родился. И это здорово. Я там... Когда мне Раиса Михайловна предложила это, я очень обратился. Я, ну, почувствовал в себе, что силы во мне есть какие-то, вдохновился, как бы. Тем более, вот, как бы, я только сейчас, вот где-то полтора года начал заниматься вплотную творчеством уже, вот, каждый день пишу, 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 там какие-то идеи появляются. И я надеюсь, что эта выставка, как бы, на самом деле, началом такого большого, будем надеяться, что большого творчества. Я верю, что оно будет большое, потому что меня поддерживают все. И родные, и родители, и близкие, друзья, все радуются за меня. И мне очень, как бы, это дает очень много сил для творчества, для работы. Ну, что сказать. В нашей семье вроде бы никто изобразительным искусством не занимался, но все наши дети отучились в художественной школе, отучились в художественном училище, закончили институты, где получили художественное образование. Я не знаю, почему так получается, что вроде бы родители, не художники, но, скорее всего, где-то, где-то заложено, там, где творческие какие-то нити, там, какие-то ответвления, что мы об этом и не знаем. Потому что и тетя у меня занимается творчеством, и она занимается вышиванием. У нее очень красиво получается все это. И, скорее всего, у нас заложено это. И очень радует, что на пути попадаются, на самом деле, люди, профессионалы, которые могут направить, вот именно правильно научить, как правильно видеть этот мир. Были учителя в школе, учитель Нисамина Хафизова. Потом в художественной школе, в Лениногорске, Инджей Гратана Саярова. Нижний, в Набежных Челнах, преподаватель Шелкова Наталья Владимировна. Сейчас, как говорится, буквально в октябре этого года, я стал членом союза художника Преспублики Тарстан. И очень поддерживают союз. Они очень хотели приехать, но бывает, что не получается. Людей всякие обстоятельства. Они очень поддерживают, очень рады за меня. И тоже сейчас очень поддерживают, помогают. И на сегодняшний день я работаю в художественной школе. Они очень поддерживают. Коллектив художественной школы. Мои ученики поддерживают меня. И я не знаю, я просто счастливый человек.